Микс Ньюс Гость в студии у нас сегодня профессор Латвийского университета, онколог-химиотерапевт Рижской и Восточной клинической университетской больницы Алента Хегмане. Доброе утро. Доброе утро. Появилась такая новость некоторое время назад, что желание латвийских женщин пройти скрининг на предмет рака груди остаётся небольшим. Что вот этот отклик на бесплатные письма, которые присылаются женщинам после скольки лет? После 50. Раз? Раз в два года. До 66. 69 лет. То есть на протяжении 19 лет у каждой женщины? Ну, 20, можно сказать. Раз в два года женщина получает приглашение провести бесплатный скрининг на предмет рака груди, маммографию сделать. А почему Вы думаете такой маленький отклик? Трудно сказать. Там факторов может быть несколько. Одно может быть, что люди боятся. Рак – это уже давно, как можно сказать, синоним, если рак, то ты умрёшь от этой болезни. И, конечно, все боятся этого диагноза. То, что я хочу сказать, бояться не надо. Если мы находим рак в первой стадии, выживают 98-99%. И скрининг маммографический – это как раз возможность диагностицировать рак груди в очень ранних стадиях, даже в предраковых стадиях, когда вообще выживаемость 100%. Это одно. Другое – мы все заняты. Все работают, все куда-то бегают, и, может быть, здоровье остаётся где-то на втором плане. Это должно поменяться, потому что мы всё-таки не только женщины, мы все ответственны за своё здоровье. А здесь ещё государство даёт такую возможность бесплатно пройти это исследование. А почему у нас вообще такая возможность есть? У нас очень высокий показатель, или это вот такой жест доброй воли со стороны государства? Это во всём мире, потому что доказано, если проходит скрининг, и скрининг проходит успешно, находится в большинстве рак груди, тогда есть в первой и второй стадии, когда это можно очень хорошо лечить и вылечить. Так что мини-уникально, это почти во всём мире. А вот первая, вторая стадия, особенно первая стадия, может ли она как-то быть замечена самостоятельно? То есть это может быть какие-то уплотнения, какие-то узлы, не знаю. Или она настолько незаметна, что это можно увидеть только на скрининге? Нет, можно и сама женщина это найти, может это найти гинеколог на осмотре, может найти семейный врач, если он делает осмотр. Но груди разные, разного размера. Если грудь маленькая, конечно, больше возможно, что очень маленькое образование женщина почувствует сама. Или её, скажем, муж, друг. Всё равно, да. Но если грудь очень большая и плотная, тогда, конечно, эта вероятность меньше, и тогда мы больше полагаемся на радиологические исследования, например, маммографию. Почему вот этот порог в 50 лет именно установлен, и что делать женщинам до 50 лет, сколько для них, например, стоит скрининг? Скрининг с направлением семейного врача стоит пациентский взнос, это несколько евро. Но там так, просто заболеваемость раком груди повышается после 50 лет. Поэтому этот скрининг, где присылается приглашение специальное, и женщина приглашается. Но это не означает, что нельзя делать исследование раньше или позже, потому что заболеть может теоретически в любом возрасте. Просто скрининг – это эти 20 лет. До этого до 40 лет маммография не самый лучший метод исследования. Там лучше делать ультразвук, ультразвуковое исследование. И, конечно, самим женщинам надо обращать внимание на свое здоровье. Если кто-то замечает какие-то изменения, и не только груди, но вообще лучше лишний раз обратиться к врачу. С большей вероятностью там не будет проблемы. Но она будет проверена, и, если что, послана на другие исследования. И будете спать спокойно. Да. Вот вы назвали среди тех факторов, почему женщины не идут на обследование. И вообще люди, да? Это боязнь узнать что-то плохое. И вот эта занятость наша. Мне кажется, еще одним фактором можно занести боязнь больших очередей. И кажется, что это значит ты пройдешь на обследование, весь день проведешь в больнице, а потом тебя отправят еще куда-то еще один день. И вот опять-таки мы жалеем это время. И не всегда с работодателем, возможно, договориться. Маленькие дети и прочее, прочее. Вот этот миф, сейчас зеленый коридор, тем более, в прошлом, позапрошлом году это было приоритетом. Улучшилась ситуация с этим? Ну, если мы говорим о подозрении на рак, то да, зеленый коридор действует. И если есть какие-то основательные подозревания, человек может в довольно короткое время пройти все необходимые исследования, чтобы доказать, что это злокачественная опухоль, или исключить это на данный момент. Конечно, ну, может быть, пройдет несколько дней, человек должен будет провести несколько часов в больнице. Но, по-моему, это того стоит. Потому что результат-то жизнь. А что у нас со статистикой? Сколько, например, у нас вообще женщин от 50 до 69 лет? Сколько из них приходит на обследование? Какой-то процент, может быть, есть? Или какой-то процент заболеваний у нас известен, да? То есть, вот какая-то же статистика есть у вас? Есть, конечно. Заболевают в год где-то 1100 женщин. А сколько у нас всего женщин? Это много или мало? Это среднее, как в Западной Европе. Почти то же самое. То есть, мы не лучше, не хуже соседей, в принципе? С заболеваемостью нет. У нас больше запущенных стадий, чем, скажем, в Западной Европе. И сколько приходит на скрининг, в 2018 году отозвались на приглашение 42%. А вот, допустим, женщинам, которые моложе, которые, допустим, 30+, и так далее, вот им как поступать? То есть, им просто имеет смысл ультразвук делать раз в год, раз в два года? Им имеет смысл обращать внимание на свою грудь. Главное, раз в месяц прошупать свою грудь. И там дальше уже гинеколога. Если она приходит к гинекологу раз в год, нормально гинеколога раз в год эту грудь прошупает. Я напоминаю, что мы все-таки говорим об онкологии. Да. На минуточку. На минуточку. 42%. 42% всего отзываются на бесплатные приглашения проверить свое состояние здоровья женщин в возрасте от 50 до 69 лет. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Можете воспользоваться возможностью позвонить и задать свой вопрос. Самый маленький отклик на вот эти приглашения был в Риге. Почему вы так, вот с чем вы связываете это? И есть ли возможность у людей за пределами Риги, там, где нет, возможно, таких крупных больниц? Мы знаем, был случай, когда пропустили из-за того, что случай рака, потому что был плохой маммограф. Вот насколько эта возможность есть у женщин за пределами Риги? Ну, есть больницы, есть маммографический аппарат, нормальный тоже в том числе, и есть мобильные маммографы, которые приезжают на конкретное место, где очень качественная аппаратура, описывает радиолог тогда. Вообще эту скрининговую маммографию описывают два радиолога, независимо один от другого, чтобы найти самые маленькие образования возможные. И если женщина, скажем, приходит на маммографию несколько раз подряд, то эта возможность, что мы найдем миллиметровую опухоль, значительно увеличивается, чем если женщина приходит в первый раз на это исследование. Так что я только могу всех женщин, которые приглашают, получают это приглашение, приходить и использовать эту возможность. А вот как Вы прокомментируете ситуацию с тем, что вот действительно пропустили из-за того, что был плохой маммограф? Это единичный случай в одной больнице, или у нас действительно, возможно, в какой-то момент была проблема с оборудованием? Это не только проблема с оборудованием. Там была проблема и с качеством, как сделали маммографию. Это не только сам аппарат. Там надо правильно это исследование провести. Так что это сначала аппарат, потом техник, который делает саму маммографию, и потом уже доктор, который описывает, даже два доктора, которые описывают маммографию. Конечно, проблемы есть. Проблемы сейчас в заключении, в репорте Веселый Басаинспекции, инспекции здоровья появились, и сейчас эти проблемы решаются. Одна проблема, вот то, что очень много маленьких больниц тоже делают маммографию. Если нельзя это сделать качественно, лучше, наверное, перейти на мобильные маммографы, где это делается качественно. Другое – это еще образование и техников, радиограферов, и врачей, которые описывают, потому что врач, чтобы описывать качественно маммографию, он должен смотреть 5000 маммографий за год. Это много, но не все врачи, которые описывают, смотрят так много. Это европейский стандарт. С таким опытом. В 2017 году было сказано, что 400 женщин умирают от рака груди. Как сейчас эта ситуация? Примерно такова. То есть ничего не поменялось, да? Это не может поменяться за очень короткое время, потому что не умирает обязательно те женщины, которым поставили диагноз в этот год. Рак, к сожалению, тем он отличается от, не знаю, насморка, что рак даже в ранней стадии может возвратиться через год, через 5 лет, через 10 лет, даже через 20 лет. И если в ранней стадии рак можно вылечить, то уже метастатический рак нельзя вылечить. Но мы можем лечить. А какие есть мифы, может быть, или ошибки основные, с которыми приходят женщины? У нас действительно не очень необразована, в принципе, публика. Я говорю это не обо всех, я говорю это вообще, в принципе, о себе в том числе. Мы много чего не знаем. Мы много где не образованы. Вот вы сталкиваетесь с женщинами, например, которые приходят, у них может быть даже начальная стадия рака, и они задают, казалось бы, может быть, глупые вопросы. Специалисты удивляются, конечно, но большинство именно так и думают. Ну, мы не говорим о том, что рак заразен, конечно, но, тем не менее, может быть, есть какие-то мифы, которые вы можете развеять, или какие-то, может быть, какая-то ложная информация, которую тоже вы могли бы, может быть, прокомментировать. Трудно сказать так сразу. Но одна информация, что химиотерапия убивает все клетки. И что человек уже потом не живет из-за химиотерапии, не из-за рака. Химиотерапия не нужна всем больным. Но если мы ее предлагаем, значит, у нас есть основания, почему мы это предлагаем. И в основном это основания, что доказано, что люди, если они получают эту терапию, живут дольше. Это наш главный показатель в онкологии – выживаемость. Вот по поводу методов лечения, тоже, наверное, есть такое предубеждение, что если констатировали рак груди, то женщины лишаются груди автоматически, значит, отрезают, и все. Это, наверное, один из первых страхов. Это не обязательно. Если опухоль очень маленькая, то возможно сохранить грудь и вырезать только опухоль. И тогда, конечно, грудь сохраняется, косметический эффект сохраняется, самооценка женщины, конечно, выше с грудью, чем без грудей. Но после операции обязательно последует какая-то терапия еще. Или это системная терапия, или это облучение. И с этим надо считаться, потому что мы назначаем терапию по стандартам, которые используют во всем мире. Мы не закрыты в этом. Мы не закрыты, мы не уникальны. Мы используем то, что доказано работает. И что... да. Вот по поводу лекарств, их качества, насколько они у нас доступны или недоступны. Можем ли мы себе позволить, как страна, какие-то препараты хорошие? Потому что говорили, в том числе и в списке компенсируемых лекарств, там были проблемы, какие-то устаревшие лекарства, более эффективные лекарства мы не могли себе позволить, возможно. Как на сегодняшний день обстоят дела. Я хочу сказать, что последние два года ситуация улучшается. Но насчет рака груди, там ситуация была довольно хорошая и в предыдущее время. Все лекарства, которые женщинам нужны, они компенсируются в стопроцентном объеме. Это компенсирует государство. Конечно, у нас какое-то время назад были проблемы с метастатическим раком, который гормонально позитивный, гормонально зависимый. А что значит гормонально зависимый? Раки груди разные. Они могут быть гормонально зависимыми, они могут быть хер позитивными, негативными. И в зависимости от этого мы выбираем самую адекватную терапию, можно сказать, для каждого вида рака. Потому что мы сейчас не лечим всех одним. Сейчас у нас мы все-таки идем на более точную медицину, чтобы каждый пациент с каждым видом рака получил ту терапию, которая ему нужна и работает, и в то время, когда это нужно. И если мы говорим о раннем раке и профилактической терапии, там все оплачено, можно сказать, стопроцентно. Если мы говорим о метастатическом, то на данный момент тоже уже это новое лекарство для гормонально зависимого метастатического рака тоже компенсировано. Так что можно сказать, что с этим все может быть лучше всегда, но довольно-таки прилично на данный момент. Надевайте, пожалуйста, наушник, у нас звонок. Примем звонок и перестал звонить нам слушатель. 672-12-93-9, 672-13-93-9, перезвоните. Есть статистика, которая говорит, что в 83-м году от рака груди в Латвии умерло немногим более 250 женщин. В 2015 году это было уже 445, в 2015. То есть вот с 83-го по 2015 количество умерших женщин от рака груди удвоилось. А как Вы думаете, с чем вообще это могло быть связано? Эта статистика, она ухудшается сейчас или она примерно в таком состоянии есть? Или она, может быть, уменьшается наоборот? Мы смотрим на абсолютные числа. А то, что в статистике нормально, это на 100 тысяч человек. Да, так что можно сказать, что примерно такая же или может даже улучшается выживаемость. Мы не можем сравнить числа 83-го года и сейчас. А что касается профилактических каких-то мер? Может ли, как может женщина вообще, допустим, обезопасить, может быть, себя немножко? Или если у нее генетическая предрасположенность, как-то оттянуть этот момент? Если генетическая предрасположенность, то она должна проходить исследования, начиная с более раннего возраста, начиная с 25 лет. И там немножко другие исследования. Не маммография, а там магнетический резонанс. И потом уже профилактические какие-то меры, может быть, как ампутация груди профилактическая. То есть вот эта история нашумевшая, мне кажется, с Анжелиной Джоли, когда она в целях профилактики. То есть такое в Латвии часто бывает, что женщины, зная, что у них там, например, бабушка, мама страдали от этого, они решаются на такой шаг? У нас такой статистики нет, к сожалению. Но, конечно, есть женщины, которые идут на этот шаг. Но что касается рака груди, рак груди можно найти в очень ранней стадии, если проходить исследования. Так что там, я думаю, можно ждать, можно просто исследоваться, потому что ничего не стопроцентно. Там, конечно, риск повыше, но он не стопроцентный, что женщина заболеет. Ну, если, например, у женщины есть риск, как он вообще вычленяется, да, вот этот риск? То есть если генетическая предрасположенность есть, врач ей говорит, что там после какого-то обследования, да, у неё информация о том, что там 70% вероятность того, что у неё тоже будет рак груди, например. Это уже повод для того, чтобы подписаться на операцию по удалению груди как профилактическую меру? Или 70% это не такая цифра, которая подвозит к таким критическим? 70% очень высокая цифра, но решение должна принять сама женщина. Она должна быть информирована, потому что грудь можно исследовать. Там больше обычно идёт повышенный риск рака груди вместе с повышенным риском рака яичников. Ну да, я хотела как раз спросить, насколько часто они вместе идут, эти два заболевания? Вместе не так часто, но два гена, которые отвечают за повышенный риск рака груди, отвечают и за повышенный риск рака яичников. И с раком яичников другая проблема. Если рак груди очень успешно, можно найти в первой стадии. Рак яичников почти что невозможно найти в первой стадии. Там даже больше, если женщина знает, что есть эта предрасположенность, то больше смысла имеет удалять яичники. Когда она уже родила, сколько детей она планировала и хотела, и тогда пойти на эту операцию. Потому что эта операция снижает и риск рака груди впоследствии. То есть удалив яичники, мы снижаем и риск заболевания раком груди. А вот тоже один из мифов, что там рожала женщина, не рожала женщина, кормила груди, не кормила груди. Насколько это влияет на справедливый миф? Это если мы смотрим на общую статистику, роды особо в возрасте до 30 лет немножко снижают риск заболеваемости рака груди. Но это во всей популяции, это мы не можем смотреть на конкретную женщину. К сожалению, нет такого метода, что она может делать, чтобы стопроцентно себя избавить от этого риска. Риск есть всегда. Но если мы смотрим на популяции, то да, роды, кормление грудью, это все снижает риск рака груди. В WhatsApp нам пишет слушатель, до какого возраста у женщины есть риск заболевания? До конца жизни. То есть в 80 лет женщина может заболеть? Тоже может заболеть, просто там нет этого скрининга, потому что смысл скрининга найти рак в ранней стадии, его вылечить. Если человек уже достиг возраста 80 лет, его это продолжительность жизни, средняя, ну, 5, может, 7 лет, и тогда нет смысла скрининга. Но если женщина даже 80-85 лет обнаруживает что-то образование в груди, ну, надо идти к врачу, потому что есть очень эффектная терапия, которая подбирается, и женщина будет, ну, свободна от рака груди. Профессор Лафийского университета, онколог-химиотерапевт Рижской Восточной клинической университетской больницы Алента Хегмана. Сегодня у нас в студии. Если есть у вас вопросы, звоните 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вот тоже такое по поводу лекарства. Регвир обсуждали последнее время, много было мнений, расхожих-схожих. Что вы можете сказать? Я начну немножко с другой стороны. Любое лекарство, не только в онкологии, но вообще, чтобы оно было зарегистрировано, должно быть доказано, что лекарство эффектное. С одной стороны, что оно работает, что-то делает. И с другой стороны, что оно безопасное. Значит, мы знаем, какие возможные побочные явления и как с ними справляться. И только тогда следует регистрация препарата. Регвир зарегистрировали за несколько дней до того, как Латвия вступила в Евросоюз, когда на нас тоже уже относились правила Европейского агентства по лекарствам. К сожалению, я как профессионал могу сказать, что если в основном наши препараты все прошли эти исследования, если они в компенсации, то доказано, что препараты эффектны, безопасны. И их стоимость стоит того, чтобы государство это оплачивало. У регвира, к сожалению, таких исследований больших нет. Сейчас происходит то, что люди, которые начали получать регвир, могут продолжать их получать, если они и врачи, которые подписывают специальную форму согласия и форму информации, где им дается вся информация, чем они рискуют и что они могут получить от этого препарата. Новым пациентам это лекарство не назначается. А что-то дали взамен или просто убрали? Для метастатической меланомии уже второй год есть очень эффектная терапия, которая оплачивается также стопроцентно. А у нас латвийские производители, мы знаем, что у нас достаточно такие крупные фармацевтические гиганты, которые в том числе и на российский рынок работают. У нас есть, в том числе от рака груди, от онкологии эффективные лекарства мы производим? Мы производили второфур, но это продали лицензию сейчас японской фирмы, но так в основном нет. Мы покупаем. Лекарства мы покупаем. Это Америка, страны европейского средства. Спасибо, Мира. Но у нас есть контроль, так же как европейский контроль качества лекарств. Мы можем покупать только те лекарства, которые прошли эти стандарты хорошей практики производства. В одном из интервью Вы сказали о том, что если женщина заметит, даже если нет уплотнений в груди, но если она заметила какие-либо изменения в своем здоровье, то ей тоже следует обратиться к врачу и братья скрининг. Вот какие это изменения, на какие изменения можно и нужно обратить внимание? Я бы сказала на любое. Но то, что я говорила там, наверное, было насчет меланомии рака кожи, какие-то изменения на коже. Нет, там именно говорилось об онкологии, именно о груди. То есть это может быть какая-то, я не знаю, сонливость или, может быть, высыпание какие-то. Ну, мало ли что, может быть, они как организм реагируют. То есть может быть есть вещи, на которые стоит действительно обратить внимание, даже если на ощупь и гинеколог может тоже прощупать. В груди все в порядке, но все-таки стоит, наверное, пойти и посмотреть. Насчет рака грудей, я думаю, все-таки самое большее внимание на саму грудь. На форму, на плотность, на образование, на изменение формы, изменение кожи и все остальное. Как вы считаете, надо ли девочкам уже в школе, мы знаем, что существует дискуссия о том, что надо там вводить уроки сексуального образования, но возможно хотя бы в рамках уроков здоровья классических и примитивных достаточно, на мой взгляд, надо ли девочкам объяснять, что не только там надо, не знаю, презервативами пользоваться, но и вот такие вот элементарные вещи по поводу того, что надо вот так тоже заботиться о себе, в этом нет там ничего страшного, постыдного раздеться перед зеркалом и как-то провести обследование себя. Я думаю, что нужно, но это может делать, это не обязательно урок, ну что-то довольно такое интимное все-таки, это может делать семейный врач, это может делать гинеколог, когда мама приводит дочку к гинекологу первый раз, то это объяснить. Есть школы, скажем, в Западной Европе, там Швеция, Звейдрия, где в уроках говорят о маммографии, рассказывают, для чего это делается, и там дочки, внучки спрашивают маму и бабушку, ты пошла на эту маммографию, и у них отзыв 80-90% на маммографический скрининг, потому что это то, что делается во всем. Если люди знают, что большая вероятность, это не будет приговором, а это будет возможностью жить долго и качественно, может даже с диагнозом, то это, конечно, повышает эту отзывчивость, эту информацию, и о этом должны говорить люди. Есть ли категории женщин, которые, вы наверняка сталкиваетесь с такими, которые приходят уже достаточно, им диагностировали рак, и они его не лечат, потому что как-нибудь само пройдет. И возвращаются уже, конечно, с метастазами, и там уже поздно что-либо делать. Есть, конечно. А никак их не отслеживают, не напоминают? Вот давайте вы придите, у вас же все-таки там рак, может быть, вы все-таки полечитесь у нас. Ну, нет, мы не уговариваем, потому что лечение все-таки очень серьезное, и пациент должен согласиться на лечение, потому что без участия пациента ничего хорошего не видит. То, что наша задача, мы, конечно, все подряд, которые встречаются с этой пациенткой, пробуем ее информировать и уговаривать, но окончательные решения все-таки принимает сам человек. То есть она получает всю информацию, да, и потом уже решает? Она решает. Бывают случаи, что отказываются? Да. Терапия. Часто? Не очень часто, но бывает. Ну, это десятки, сотни в год, например. Ну, статистики нету, я думаю, с большей вероятностью десятки. Надевайте наушники, примем еще один звонок. Доброе утро. Доброе утро, говорите. Мы вас не слышим. Перезвоните нам, пожалуйста. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Пишет нам в WhatsApp, можно ли утверждать, что онкология – это психосоматическое заболевание. Вот, это немножко предпределил мой вопрос, потому что я подумала, что вы, как профессор, вы статисты протеста Латвийского университета, вы врач, онколог, химиотерапевт. Вы верите в то, что онкология может появиться, не знаю, человек обидчивый очень, а потом раз – и заболевает? Нет, не верю. То есть только… Это все-таки онкология, это изменение в клеток. Изменения в клеток происходят все время, но организм достаточно умен, чтобы эти изменения как-то… Контролировать? Контролировать, да, и уничтожить. Если клетка там, ну, плохая, то организм просто распознает и уничтожает. Но если накапливается это изменение, в один момент может начаться рак. Ну, рак груди, любой рак. Но это процесс, и это не имеет прямой связи с психосоматикой. Попробуем принять звонок еще раз. Доброе утро. Здравствуйте. Алло. Да, доброе утро. Доброе утро. Говорите, мы вас слушаем. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а мамография обязательно… В общем, я прошла томографию сейчас и в желудочной области, и там специально… То мамографию обязательно проходите, ведь же в томографии, наверное, найдут эти узлы. Спасибо. Спасибо за вопрос. К сожалению, нет. Вам надо проходить и мамографию, потому что разные исследования дают разную информацию. Если вы проходили компьютерную томографию брюшной полости, это не дает никакой информации о том, что происходит в груди. И даже если вы прошли компьютерную томографию легких, все равно это не метод, чтобы найти очень маленькие образования груди. Для этого делается мамография. Это специальный метод, где видят, что происходит в грудной ткани. Вы упомянули, что надо образовывать людей, говорить с ними больше. Возможно ли, как одна из причин, что женщины не так часто откликаются на вот эти приглашения пройти скрининг, не такая большая информированность? Надо ли проводить больше кампаний, а не раз в год, там, в день онкологии, да, ходить в майках с ленточками? Но как-то каждый день об этом говорить? Можно говорить каждый день, потому что чем больше люди будут понимать о своем здоровье и заботиться, тем меньше людей умрет от рака. Так что надо говорить каждый день, может быть не каждый, но при первой возможности надо об этом говорить. Кто этим должен заниматься? Министерство здравоохранения, Национальная служба здоровья? Кто должен взять на себя эту ответственность? Больницы, развешивать плакаты? На себя эту ответственность взяла министры здравоохранения. С помощью всех остальных, наверное. Но это руководством занимается Министерство здравоохранения. А что у нас социальная реклама? Ее достаточно, на Ваш взгляд? Может быть, там денег не хватает, надо больше ее? Социальной рекламы информации не хватает. Не хватает именно социальной рекламы или социальная реклама не работает? Это тоже такой важный момент. Мне трудно сказать, потому что мы знаем, что есть районы в Латвии, даже отдаленные, где процент прихода на отзыв на маммографию примерно 60. И это зависит и от семейного врача, который все-таки следит. Если есть женщина в этой группе риска, он прослеживает, прошла она это исследование или не прошла. Там есть эти вестныши, которые специально обучаются. Люди или которые сами переболели эту болезнь, и сейчас здоровы. Или у которых родственники, родственницы болели. И которые тоже занимаются тем, что информируют людей вокруг. Это может быть не обязательно и никак. Это просто жизнь, что если они где-то идут и их спрашивают, они говорят, делятся этой информацией. Правда ли, что в онкологическом заболевании существует пять стадий принятия этой болезни? То есть это гнев, отказ. Я их там сейчас все не помню, может быть, вы их помните. Действительно ли это так есть? Действительно ли так человек реагирует? То есть сначала это отторжение, нет-нет, это не со мной. Потом это гнев, за что мне это? Потом отчаяние, если я не ошибаюсь. Потом принятие. Смирение, мне кажется, да? То есть это правда, что такие стадии проходят каждый, в принципе, пациент? Бывает ли, что человек сразу готов ринуться в бой и сохраняет вот этот боевой дух до конца и побеждает болезнь? Или кто задается, и там, где можно было победить, не побеждает? Я думаю, что каждый проходит, но у каждого это происходит по-своему. У кого-то эти первые, скажем, три стадии пройдут очень быстро, и он пойдет так, что с смирением, значит, в бой. Дальше он начинает что-то делать. У кого-то есть, он застревает на какой-то одной стадии, но, несмотря на это, продолжает что-то делать, то, что им говорят. Это будет эффективно все равно? Это будет эффективно все равно. Это уже главное лечение. Все-таки, да, не психосоматика. Вот о причинах возникновения рака, ну, не знаю, наверное, мало кто на сегодняшний день не посмотрел или как минимум не слышал о сериале «Чернобыль». В связи с этим тоже актуализировалась тема вот этой связи. Есть теория, что число заболевших онкологией, в том числе раком щитовидной железы, особенно среди женщин, был повышен из-за этой аварии на Чернобыльской АЭС. Есть ли вот эта вот связь между радиацией, может ли она стать причиной? Да, конечно, радиация – это одна из причин возникновения злокачественных опухолей. И не только Чернобыль, но есть люди, которые получали лучевую терапию, скажем, в более раннем возрасте, тогда после 20 лет повышается риск другого, другой злокачественной опухоли. То есть, если они вылечили один рак до 20 лет, после 20 лет нужно следить за всем другим. Врачи, медики, медсестры, вообще медперсонал, которые работают, в том числе это отделение радиологии, и вы как химиотерапевт, у вас нет таких страхов? Может быть, эти люди должны чаще проходить сами там скрининги, проверки? Не чаще, но сейчас насчет тех, которые лучевых терапевтов и остального персонала, у них персональные – это дозиметры, которые измеряют, сколько они получают. И они не находятся в помещении, где делается само. Они ходят с дозиметром? Да, с персональным. Как в сериале Чернобыль. Мы ни разу не видели, чтобы в рентгене, в кабинете рентгена у человека был дозиметр у врача, например. А вы являетесь и профессором в том числе, каждый день, возможно, не каждый день, но встречаетесь со студентами, и говорят о том, что у нас тяжело. Со студентами, они, возможно, не все идут, а те, кто идут, начинают, они всегда заканчивают. Что вы можете сказать о своих студентах? У меня есть студенты, которые очень интересуются, учатся, делают больше, чем от них спрашивают, потому что это их дело. Конечно, это зависит от конкретного человека. Если он хочет что-то делать, наверное, его ничего не остановит. Если он не хочет, ну тогда, наверное, надо выбирать другую профессию. Приезжает к нам много студентов у нас из-за границы? Довольно много. На медицину много приезжают. Не только из Индии, в Латвийском университете в этом году было довольно много студентов из Финляндии. А почему так интересно? В Финляндии вроде сама по себе славится хорошим образованием. Мне трудно сказать, но одно может быть, что они у нас могут видеть реальных пациентов, потому что там за рубежом в основном все на макетах каких-то. Это может быть одна причина. Другой у нас качественное образование медицинское. Насколько у них есть будущее у нас в Латвии, с учетом того, что есть требования к тому же языку, который мы знаем, что не все специалисты, например, могут приехать работать, потому что есть требования к знанию в том числе государственного языка. Сейчас хотят ввести второй иностранный язык, как и обязательный. Перспективы есть вот у этих студентов? Если у меня были студенты те же из Финляндии, которые в пятом курсе говорили на латышском. Если они хотят, захотели бы, наверное, у них было бы здесь и будущее. Хотят ли они этого? Я думаю, эти конкретные с большей вероятностью едут обратно в свою страну. А мы теряем? Вы наверняка тоже встречались, когда хочется пригласить какого-то человека с золотыми руками, с багажом знаний, который может и специалистам пригодиться, и пациентам, но не можем по каким-то причинам или по деньгам себе позволить, или за каких-то других причин. В остальном, наверное, по деньгам. Если мы хотим пригласить специалиста высокого качества, мы должны ему предложить возможность исследования какой-то работы научной. И с этим у нас проблемы в большинстве случаев из-за финансирования, потому что наука стоит дорого. Мы тратим на нее деньги? Начинаем тратить больше денег? Хватает? Ну, хватает, наверное, губы? Я думаю, что недостаточно на данный момент. Пришел нам еще один вопрос в WhatsApp. Коротко попрошу ответить, потому что времени у нас уже мало остается. У ослабленного иммунитета хроническими стрессами больше шансов проиграть с онкологией. Почему в Латвии больше онкологии в относительных цифрах по сравнению с Евросоюзом? Я думаю, это не причина. У нас причина в том, что у нас больше запущенных стадий. Из-за этого у нас больше смертность. И немножко хуже лечений. В основном системного лечения. Как препараты химиотерапии, и новые препараты, все остальное. Это улучшается, но недостаточно. В этом мы проигрываем в Западной Европе. Но главное, это больше запущенных стадий. Бывает, что женщина, когда она узнает свой диагноз, она говорит, я спасибо вам большое, я вас уважаю и доверяю, но лечиться поеду. В Израиле или подорожником, боярышником буду лечиться. Есть. Если в Израиле ничего не имеем против, это их выбор. Если насчет рака груди, они почти всю терапию могут получить также и здесь. Если мы говорим о, скажем, раке легких, тогда в Израиле они получат лучшее исследование. Не только лечение, но и лучшее исследование. Потому что метастатический рак груди, там очень много разных вариантов. Мы его даже не находим. Это делается на генетический анализ специальный. Но вы говорите об этом пациентам, что вам лучше дополнительное исследование пройти? Если есть такой разговор, да, мы и стараемся информировать. Но это все финансовые возможности пациента. А нет такой профессиональной какой-то обиды, может быть, зависти? Вот как так вот? Мы вот здесь все диагностировали, они уедут лечиться, например, в Израиль. Хотя у нас здесь достаточно много хороших специалистов. Или наоборот? Ух, не удержали хороших специалистов. Зависти нету, потому что главная цель – здоровый пациент. Или живой пациент. Ну, в зависимости от ситуации. У нас есть пациенты, которые консультируются, скажем, где-то за рубежом, потом приезжают сюда. Это как второе мнение, это совершенно нормальная процедура. Мы не имеем ничего против, потому что две головы умнее одна. Спасибо. На сегодня нам пора заканчивать. Профессор Латвийского университета, онколог, химиотерапевт Рижская и Восточная клиническая университетская больница Алинта Хегмана была у нас в студии. Спасибо, что пришли и поделились с нами важной информацией. Продолжение следует...